Таринная дизайнерская мудрость гласит, что знал бы expression и давно бы спал. Для начала, что такое expression в After Effects? Это такие предложения, написанные на Ява скрипте, которые позволяют упростить и ускорить анимацию элементов в After Effects. Официально буду использовать самые упрощенные примеры, чтобы было понятнее. Сейчас создадим shape, такую вот звезду. Я настрою, как мне нравится, вот такую ромашку. И, допустим, я хочу создать несколько таких элементов, чтобы они как-то так друг от друга относительно двигались вместе. Я дублирую этот слой, от трех мне хватит. Чтобы их различать, я их покрашу в разные цвета. Так, shape, раз, два, три. Теперь мне нужно, допустим, создать какую-то анимацию для них общую. И в таком случае у меня есть, всем знаем, есть наследование. Я могу выбрать source name, parenting, shape layer 1. В таком случае теперь они все привязаны к shape 1. Я могу изменять у него параметр position и все они двигаются за ним. Могу изменять параметр scale и все они уменьшаются, но, обратите внимание, они уменьшаются к якорной точке основного слоя. Допустим, я хочу, чтобы они вращались и снова они вращаются не вместе, а вокруг якорной точки основного слоя. То есть parenting не может решить тех задач, которые у нас могут возникнуть. В таком случае у нас как раз возникают expression. И давайте попробуем создать первый expression. Возьмем, допустим, rotation этого параметра. И чтобы у нас активироваться expression, нам нужно щелкнуть сюда с нажатой клавишей alt. Я зажимаю alt, кликаю, и вот видите, у меня сразу цифры стали красными. Это означает, что теперь управление ими контролируется через expression. И появился первый expression, который гласит expression, двоеточие, rotation равен transform rotation. То есть, в принципе, такой капитан очевидный, что rotation равен rotation. Это нам ни о чем не говорить. Нам нужно rotation привязать к какому-то другому параметру. И в таком случае у нас есть такая вещь, как pickwhip. В переводе означает кнут. И я могу схватить им и показать, с какого параметра я хочу скопировать параметр rotation. Я нажимаю rotation и появился первый кусочек хода, можно сказать. Получается, rotation равен thisComp. Это означает, что координата будет браться из этой композиции, потому что expression позволяет брать параметры из других страниц, из других композиций того же проекта. Дальше у нас точка, как отделение куска координаты. Дальше layer shape1. Мы берем информацию с shape1. Shape1 это у нас вот он. Shape layer1. Точка, transform, то есть мы выбираем из его трансформа. Вот он, transform, rotation. Вот так можно прочитать это, получив все предложения. Теперь что мы видим? А, у нас еще нет анимации. Мы анимируем центральный. Видите, основной. И крутятся все. Дальше. Третий слой. Мы тоже можем взять rotation. Точно так же привязать. Alt-click, pickwhip, rotation. Точно такой же кусочек кода у нас формировался. И теперь, если мы крутим центральный, у нас крутятся все. Так же язык программирования JavaScript поддерживает простейшие математические операции. То есть мы можем взять и кусок вот этого кода. Это, допустим, нам нужно... Сейчас мы сначала создадим анимацию. Rotation. И в конце rotation один оборот хотим сделать. То есть у нас они все делают один оборот. А что, если я хочу, чтобы вот этот кружочек у нас крутился в два раза медленнее? Я могу выделить сюда. Нажать разделить на два. И теперь... А вот этот кружочек хочу, чтобы делился в два раза быстрее. Тогда я ему напишу умножить на два. И теперь этот крутится с постоянной скоростью. Этот два раза быстрее, этот два раза медленнее. Точнее, наоборот. Этот стандарт два раза быстрее, два раза медленнее. Продолжаем изучение expression. Для того, чтобы продемонстрировать дальнейшее действие expression, я взял вот такую картинку с часами. Нарезал ее на слои. То есть здесь у нас каждый слой по отдельности. Давайте сейчас сначала разберемся, где что. Это у нас часовая, мы ее так назовем. Часовая. Это у нас минутная. Это секунда. Итак, мы анимируем только первую стрелку, минутную. Для этого возьмем в начале. Сделаем композицию по длине. Что-то здесь у меня сбилось. 10 секунд. И теперь я анимирую только минутную. Я хочу, чтобы она за вот эти 10 секунд сделала только один оборот. Она делает один оборот. Теперь, от нее мы анимируем часовую. Но, здесь минутная стрелка делает оборот на 360 градусов. Часовая за то же время должна сделать оборот на 1 час. То есть на одну двенадцатую от 360. Поэтому пишем следующую экспрессион. Alt-click Rotation. Пик-випом выбираем Rotation сюда. И делим это на 12. При этом у нас образуется базовый Rotation. Но! Секундную. Теперь нам надо анимировать секундную стрелку. Секундная же стрелка движется в 60 раз быстрее, чем минутная. То есть здесь мы используем умножение. Умножаем. Пик-вип. И умножаем на 60. Получаем вот такую анимацию. Можем даже сделать секундной стрелке Motion Blur. И активизируем ее здесь. И тогда она мечется как вентилятор. Следующий шаг. Вот мы анимировали все стрелки. Все они движутся. И если мы хотим это ускорить, мы просто сближаем точки. И у нас все происходит гораздо быстрее. Можем добавить второй оборот и так далее. Но мы можем поступить еще проще. Еще глубже. Мы можем и анимировать минутную стрелку через expression. Для этого мы кликаем сюда нажатым Alt. И Transform Rotation переписываем. Вместо него пишем слово Time. Это первый командный expression. Для того, чтобы закрепить expression, нам нужно либо кликнуть где-то здесь. Либо нажать Enter на нам локи. То есть на боковой панели. Теперь смотрите, что у нас происходит. У нас по секундной стрелке мы видим, что движение какое-то происходит. Но минутная у нас движется очень-очень-очень мало. Кейфрейм у нас с этого момента игнорируется. А насколько мало? Если мы посмотрим сюда, то он движется по 1 градусу в секунду. То есть очень-очень медленно. То есть за все вот это время он движется только на 10 градусов. Поэтому нам достаточно использовать математический expression. То есть Time умножаем на сколько? Нам нужно ускорить это гораздо быстрее. Давайте умножим на 100. И смотрим, что получается. Вот наши часы движутся. И они двигаются ровно столько, сколько движется секвенция. Сколько движется, с какого размера композиции. Нам не надо двигать ключей. Если нам нужно ускорить часы в два раза, мы добавляем здесь Time умножить на 200. Часы движутся в два раза быстрее. Нужно еще быстрее. Time умножить на 500. Тут уже секундную стрелку практически незаметно. И так далее. Таким образом, благодаря первому командному expression Time и использованию остальных использований, можем анимировать часы без единого кейфрейма. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА